Что ж, друзья, мы продолжим, и наступный гист у нас в студии – это композитор, музыкант Александр Балашов. Витаю, Саша. Здравствуйте. Здравствуйте. Саша, сегодня тема нашей программы – это будущее. Мы говорим, думаем о будущем. Скажи, как ты решил стать именно музыкантом? Ну, мечтал с детства об этом. Еще, ну, где-то лет в 13, я когда впервые купил свою первую кассету, я мечтал тогда писать электронную музыку, вот когда так получилось. Прикольно. Мне просто интересно, как вот маленькие детки, маленький мальчик. Ну, не со что маленький. Ну, все, в принципе, дети же еще, подростки, дети. Насколько сильно страдали пальцы, когда учились играть на гитаре? Нормально. То есть, вот до боли, до мозоли играли? Ну, мозоли есть, но боли как такое особо, ну, не помню. Давно было. Я знаю, что недавно у тебя был концерт. Да. Расскажи об этом. Созвал всех друзей, где это происходило? И к чему-то приурочено было или просто вот накопилось, надо было выплюснуть? Ну, просто так вышло. Мне предложили Рохата сделать сольник. Ну, я думаю, давно я не выступал, что-то где-то вот год, наверное. Ну, вот сольно. Ну, и вот выступил. Ну, больше, в общем-то, нечего сказать. Пришли друзья, все прошло вроде неплохо. А вот когда перед друзьями выступаешь или выступаешь перед незнакомыми людьми, где выступать все-таки более так страшно? Да, и есть и разница. Где больше переживаний? Ну, конечно, перед незнакомыми людьми гораздо больше переживаний, но и больше азарт, наверное. Интересней. Но перед... Но друзьям петь тоже. С другой стороны, друзья тебя знают, и, собственно, они тебя уже могут осуждать, в принципе, потому что они знают, как ты умеешь, и поэтому могут сказать, вот, мол, сыграл хорошо, но мог бы лучше. Ну, скорее подкалывать. Скажи, а ты играешь только свою музыку или кавер? Каверы иногда, но только на любимые песни какие-нибудь. Какие твои любимые? Ну, люблю, там, песенки, там, радио хеда попеть иногда, там, кино, вот с чего начинал, собственно, играть на гитаре. Я знаю, что у тебя бывают квартирники в других городах. Да, периодически. Есть ли разница между Николаевской публикой, например, тоже киевской? Ну, люди, они везде люди, но киевская публика достаточно благодарна и хороша, в отличие, например, от Одесской. Вот, вот, почему-то... Почему? Подожди, подожди, расскажи теперь. Ты из Одессы? Нет, ну... Не знаю, Одессы-то никогда почти не приходили на мои квартиры. Может, плохая реклама была или еще что. Вот, самая, наверное, благодарная публика в Херсоне, вот, как-то так. Да, я, кстати, много слышала отзывов от музыкантов, что в Херсоне просто, уву, уву, уву. Ну, по крайней мере, раньше там так было, давненько уже там не было, наверное, годика. Полтора, вот, не заезжу. А когда следующий картинник проникнулся? И где это будет? Ой, ну, знаете, я в последнее время очень редко играю свои гитарные концерты. Мне вот интереснее сейчас заниматься электронной музыкой. Я засел за комп и вот пишу там рычки. Об этом немножко попозже поговорим. Я сейчас тебя прошу сыграть там что-нибудь. Да. Ну, первая песня будет называться «Провода». «Провода». Зачем здесь провода? Я путаюсь в них, это чужая среда, чей-то нечаянный мир. Ускользают слова, погибают пилоты. Где мои самолеты? Остались лишь провода. Кто уже сосчитал все мои километры? Уловить бы все спектры, но в утерян сигнал, догорают слова. На листве прошлогодней я хочу быть свободнее, но не дают провода. Зачем здесь провода? Я путаюсь в них, это чужая среда, чей-то отчаянный мир. Ускользают слова, погибают пилоты. Где мои самолеты? Остались лишь провода. Провода, лишь провода, лишь провода. Провода, провода. Провода, лишь провода. Провода, лишь провода. Проводить светом, loosки, зелье, астрологи. Саша, я давно мечтала себя услышать, наконец-то. Насколько мне известно, это уже не первое приглашение к нам в программу, и сегодня будущее случается, потому что я приду в будущем, и вот сегодня будущее настало. Саша, немножко мы начали говорить о том, что ты пишешь электронную музыку. Вот садишься, просто мне нравится композитор, сажусь за компьютер. За комп. За комп, да. Я пишу, как это происходит. Вот если на гитаре, я себе так представляю, когда колы ты подбираешь, за протопиано что-то, а вот за компом. Есть хороший анекдот по этому поводу. Вот что ты сделаешь? Пойдешь в кино со своей девушкой? Или, нет, подождите, как же там было-то? Затупил. Ну, если это вопрос, я не смогу пойти с девушкой, потому что у меня есть жена. Ну, начинается обычно все по-разному. Начинается часто с бита. Ну, вот с барабана. Какой-то набросал бит, и потом на него начинаешь клеить, что-то наслаивать, наслаивать. Оно само как-то вытягивается, ну, и получается какая-то вот музыка. Иногда он может начаться с какой-то темки в голове, или может что-то наиграться, какой-то звучок. Ты накручиваешь, крутишь эти синтезаторы. Ну, к сожалению, пока виртуальные в основном. Крутишь-крутишь, тебе понравился звук, ты начинаешь что-то наигрывать. Такой, о, наиграл, темка интересная, делаешь кусочек, луп, ну и так оно как-то вот и происходит. Снится ли музыка? Говорят, что у некоторых музыкантов музыка снится. Ну, может, пару раз было, но не запоминал. Сны, к сожалению. Я еще хочу, по электронной музыке скажи, а как у тебя пришла идея, как это вот началось у тебя все? Ну, началось с детства, я начал... Ой, не, именно электронная музыка. Вот, да. Тоже детство? Ну, оттуда корни и растут. С детства я, ну, первая кассета, которую я купил, это было какое-то техно. Вот. И вот, а как раз 90-е, период всех этих рейвов, и вот я слушал тогда музыку, начиная от какого-то там дримхауса, заканчивая там потяжелее брэкбитами, там, драм-н-бейсами, джанглами. И мне это очень нравилось, хотелось тоже такое делать, писать. Я не знал, как это вообще происходит, думал, что это все делают диджеи, хотел стать диджеем. Вот, потом понял, что диджеи просто крутят пластиночки и все. Ну, оказывается, ну, они тоже иногда пописывают музыку, но все же пореже. Ну, а потом появился компьютер и как-то вот... Заладилось? Ну, потихонечку пошло, оно давно там что-то какое-то, набросочки делал. Ну, и параллельно я играл, писал песни, играл их там, вот, рок вошел в мою жизнь тоже как-то вот. Ну, электронная музыка в последнее время начала как-то пересиливать, что ли, надоел гитарный звук, не знаю. А в каком жанре это будет электронная музыка? Просто многообразие жанров на сегодняшний день, оно просто зашкаливает. О, да. Ну, я пока ищу себя. То есть нет еще пока конкретного названия жанров, в котором вы будете... Нет, мне нравится очень много разной электронной музыки, начиная от ломаных, ну, ломаные ритмы, это мое все. Я очень люблю всякие брэкбиты, драм-н-бэйсы, джанглы, вот, IDM-ы. Ну, и более атмосферные какие-нибудь амбиенты тоже. Тогда следующий вопрос. Где можно уже услышать или когда можно будет услышать вот какие-то уже работы именно электронной музыки? Ну, некоторые треки уже есть в интернете, естественно. То есть можно смело слушать и не бояться, что ВКонтакте напишут, извините, правообладатель, трек был удален по просьбе правообладателя. Нет, правообладатель сам залил трек ВКонтакте, пока что так. Саша, смотри, сегодня тема будущее. Вот если сейчас кто-то смотрит тебя из молодых ребят, которые так же, как и ты, ну, кассету они уже не купят, наверное. Сейчас кассету купить сложнее, чем флешку. Да, но тоже вот хотят, они знают, с чего начать. Вот какие-то твои советы, как, с чего начать? Пойти в музыкалку или купить компьютер? Что это надо делать, если человек чувствует себя вот в музыке? Не знаю даже. В музыкалку? Я не знаю, я не ходил в музыкалку. Ты сам научился? Ну да. Я не знаю ноты еще до сих пор. Боже, у нас в студии человек, который играет на гитаре, не знает ноты. Пишет электронную музыку? Да. У меня есть в планах, конечно, а многие электронные музыканты не знают ноты, кстати говоря. По-моему, все просто. Дора, мифа, соля, си. Да, там, в общем-то, вот. Я напишу в конце передачи. Ну, нотные грамоты, вернее, не знаю. Ноты, конечно, я знаю. Можно пойти в музыкалку, можно взять гитару, можно сесть за компьютер и скачать бесплатно. Ну, это как-то пропагандирование, пиратство, наверное. Ну, в общем, да, установить себе программу. В общем, достать лучше в Loop Studio или лучше что-то другое использовать? Ну, это уже на вкус и цвет. Я начинал, кстати, с них. Сейчас это Apple. Я объясню зрителям. Это программа для создания электронной музыки. Ну, только зрителям. Да, зрителям и я не объясню. Это программа для создания электронной музыки. Apple Studio, Ableton Live, Cubase. Ну, кто в чем. Я Ableton сейчас больше как-то пользуюсь. Все, что угодно. Можно начинать с чего. Да я не знаю. Можно с пацанами где-нибудь за углом битбоксить и читать речитативом рэп тоже. Ну, кто с чего захочет, тот с того и начнет. Главное верить в себя и главное начать. То есть самый безотказный совет это все-таки вера. На этом все держится. То есть без этого как бы не получится дойти дальше, чем за поворот с пацанами. Вера и мечта, наверное, должна быть. Верьте и мечтайте, уважаемые телезрители. Спасибо тебе, Александр. И песня. Без святанок, без святанок, я втрачаю глузд. На экране рязнопарвні хмары и ось-ось требне том круз. Без святанок, без святанок, я втрачаю глузд.